Компания Thermalright представила новые термопасты, интересные своей теплопроводностью и потенциалом для достижения высоких частот при разгоне. Линейка представлена тремя моделями. Бюджетная TF6 с теплопроводностью 12,5 Вт на метр Кельвин, TF8 среднего сегмента с теплопроводностью 13,8 и флагманская TFX с теплопроводностью 14,3. Но как они показывают себя с проверенным ветераном рынка Арти Кулин МХ4? Сегодня мы подробно разберемся с каждой, проведем тестирование и сделаем выводы. Сравнивать новые термопасты мы будем с Арти Кулин МХ4 версией 2019 года. Производитель утверждает, что они изменили состав, сделав эту пасту лучше. Вот это мы и проверим. Одним из важнейших показателей для термопаст является цена. Цена за грамм. Для оценки этого параметра мы возьмем самые ходовые и доступные фасовки по 2,4 грамма у МХ4. Цена МХ4 самая доступная, порядка 180 рублей. Далее TF6 чуть больше 300 рублей, TF8 350 рублей, а TFX максимальная лухари по 600 рублей за грамм. Для максимальной наглядности мы будем тестировать наши термопасты на открытом стенде. Процессор Core i7-9700KF довольно горячий и отлично подойдет под нашу задачу. Материнская плата MSI MPG Z390 Gaming Plus. Хорошая бюджетная материнка для разгона процессора и памяти. Видеокарточку выбрали по горячее. Гигабайт AMD Radeon RX 590 Gaming. Она производительная и горячая. Под проверку теплопроводности отлично подойдет. Кулер Arctic Freezer 34E Sports. Бюджетный вариант кулера с прямым контактом тепловых трубок. Thermalright TFX. Термопаста жидкая, выдавливается легко, но консистенция вязкая. Быстро застывает и остается на лопатке почти все, что выдавил. Наносится крайне проблемно. У TF8 консистенция тоже жидкая, выдавливается легче, чем TFX. Также вязкая, но в отличие от TFX не так быстро застывает, наносится хорошо. У TF6 самая жидкая консистенция и более светлый оттенок. Сильно выделяется среди всех. Мажется легко, намного меньше остается на лопатке, чем от TFX и от TF8. У MX4 стандартная жидкая консистенция, благодаря силикону в составе отличается по цвету и легко наносится. Небольшой лайфхак. Если вы купили термопасту, которая сложно наносится, возьмите тюбик, положите его на батарею или опустите в стакан с горячей водой. Тогда она будет наноситься гораздо легче. Замеряем температуру в простое системы в режиме рабочего стола в течение 15 минут без ухода в сон или гибернацию. Фиксация минимальной температуры через HVINFO64. В простое OCCT закрыт и мониторинг ведется только через HVINFO64. Замеры минимальной температуры происходят после рабочего прогрева всей системы в течение 15-20 минут. Итак, исходя из графика, лучший показатель простое по всем ядрам у Thermalright TFX и TF6, а у TF8 самый горячий показатель. Но мы не исключаем вероятность погрешности, так как по паспортным данным и в нагрузке показатель у TF8 выше. Сейчас мы это и проверим. Прогрев процессора производим с помощью теста OCCT CPU LendPack с одними и теми же параметрами. Прогрев 30 минут. Фиксация максимальной температуры по итогу стандартным мониторингом OCCT. Запускаем тест и наблюдаем следующее. Под нагрузкой у TFX по всем ядрам самый низкий показатель – 78 градусов, в то время как у MX4 самый высокий – 82 градуса. Разница у всех термоинтерфейсов всего в пару градусов. Лидер в тесте CPU – Thermalright TFX. Но сможет ли он отстоять свое лидерство в тесте GPU? Сейчас и узнаем. Замеряем минимальную температуру режима работы рабочего стола в течение 15 минут. Открываем окна, браузер, пользуемся, как обычно, бессильной нагрузки на GPU в виде игр. В фоне работает HVINFO64. Фиксация минимальной температуры на всем протяжении 15 минут. Замеры минимальной температуры происходят после рабочего прогрева всей системы в течение 15-20 минут. Смотрим на графики и видим, TF8 резко сдал позиции и уже показывает самый худший результат – 54 градуса. Не исключаю, возможно, именно TF8 мы нанесли не совсем правильно, и это могло повлиять на результаты. Аутсайдер MX4 и Thermalright TFX снова в простое показывают хороший результат – уже от 34 до 49 градусов. Почти не использовали вентилятор. Только при достижении 50 градусов включался вентилятор и охлаждал кристалл. Теперь давайте проверим, как термопасты проявят себя в нагрузке. Прогрев видеокарты производим при помощи теста фурмарк или, как его еще называют, бублик – последние актуальные версии. С одними и теми же параметрами и частотами в режиме работы по умолчанию. Прогрев 30 минут. Фиксация максимальной температуры по мониторингу в самом фурмарк. Запускаем фурмарк и на тесте можно увидеть следующее. В нагрузке при одинаковых оборотах вентиляторов самой горячей оказалась Arctic MX4. На максимальных значениях температура составляет 78 градусов. TF6 и TFX примерно в тех же значениях – 77 градусов. Кулер у всех работал почти на полную мощность. В то же время TF8 оказалась самой холодной. Максимальная отметка не превысила 75 градусов. В первую очередь стоит уточнить один важный момент. Производить тесты на свеженанесенную термопасту не совсем корректно. Да, с течением времени термопасты могут менять свои свойства и эффективность. Но у нас нет возможности провести долгосрочный тест длиной в несколько месяцев. Но тем не менее, кое-какие выводы мы можем сделать по итогу нашего тестирования. Перед нами отличная современная линейка паст от Thermalright с высокой теплопроводностью. TFX, TF8 и даже TF6 показали результаты более эффективны, чем MX4. Это хорошие варианты для современных видеокарт и многоядерных горячих процессоров. Но есть то, чем MX4 все-таки лучше. Это цена. Цена за грамм сильно меньше, особенно если мы берем в расчет тару размером более чем 2 грамма. При таре в 2 грамма разница в цене за грамм у MX4 и TF8 почти в 2 раза. Стоит ли переплачивать, решать вам. Каждый выбирает термоинтерфейс для своих задач и по своему бюджету. Могу лишь посоветовать TFX для горячего процессора, а TF8 для видеокарты, если вы собираетесь выжимать из своих железок по полной и не хотите, чтобы термопаста была слабым местом. С вами был Клуб ДНС. Пока!